На терактах ходили. Посуточные или хозяева были? Посуточные или хозяева были? Не знаю, хозяева, я вот такими же у меня завели, походим, были. Сегодня в праздник святого пророка Елисея, который был учеником святого пророка Ильи, забранного на небо вместе с телом на огненной колеснице, в Екатеринбурге в начале пятого часа утра одновременно с восходом солнца, в 23-этажке на Хрустальногорской 88, что на Академии, загорелась квартира на верхнем этаже. Кто-то скажет словами классика, да, это не Рио-де-Жанейро, но позвольте, почему же это не Рио, вполне себе даже Рио. Жилой комплекс Рио, очень симпатичный снаружи домик, двухъярусный, в одной половине 14 этажей, в другой 23. Пожарные, понимая, что полыхает объект с очень сильно повышенной концентрацией людей, примчались на Академ большими силами по повышенному второму номеру. Поскольку горел верхний этаж, постольку у обитателей остальных этажей была прекрасная возможность самостоятельно эвакуироваться на улицу и поневоле насладиться рассветом. Так поступили не все жители горящего подъезда, а только 15 человек, из них трое детей. До остальных дым, видимо, не дошел, и они предпочли остаться в своих уютных новеньких гнездышках. Как поведал порталу Е1, некий местный житель, из-за огромного количества болидов на улице, из-за плохой организации парковки, да еще и из-за ремонта дороги, огнеборцы на своих больших сильных машинах в массе своей не смогли проехать к эпицентру воспаления, а напомню, пожару присвоили второй номер, то есть огнеборцев было капец как много. И большая часть из них, по словам очевидца, добиралась до 88-го дома пешим ходом. При ближайшем рассмотрении оказалось, что горит однушка на 23-м этаже, металлическая дверь была закрыта, и спасателям ее пришлось взломать. Живых людей в недрах жилища не оказалось. Ну, мертвых тоже. Хотя вчера вечером люди в этой квартире были, и, по словам аборигена, бухали так, что соседи снизу слышали. Ну, то ли в этих новых академических домах звукоизоляция не очень, то ли обитатели верхнего этажа очень сильно орали и долбили ногами в пол. Вчера гуляли, короче, часов в 11, где-то в 12-го часу, вот так вот у меня музыка играла, орали. А вот диван полностью весь сгорел. Меня сегодня жена разбудила, говорит, окошко идет, дым из окошко идет. Все побежали. Сосед снизу констатировал, что буханки в этом адресе вообще ни разу не редкость. Они часто обупались. С огнем на площади 10 квадратов пожарные справились с помощью одного ствола, который им даже не пришлось тянуть на такую верхотуру. В новых домах пожарные ядранты вмонтированы в стены на этажах, что удобно и экономит время пожарным. Они, как всегда, победили, жертв нет.